Как известно, закон в России вещь неторопливая, капризная, несовершенная и требующая постоянного контроля. В случае с правами гастарбайтеров при несоблюдении норм закона, 50-тысячный штраф придется оплатить их работодателю. Причем выкладывать денежки владельцам транспорта придется всякий раз, как дорожные полицейские будут вылавливать нарушителя. Выход один – садиться за парту в российской автошколе и получать наши родные и любимые пластиковые корочки. Для начала надо отметить, что такая практика принята во всех цивилизованных странах. Например, в Германии работать водителем может лишь обладатель национального водительского удостоверения. Другие права, как говорится, не играют. По закону федеральным номер 92 ФЗ вводится обязанность обязательно осуществления грузовых и пассажирских перевозок только при наличии национального российского водительского удостоверения. Однако доведение данной нормы в настоящее время отсрочено до 9 мая 2014 года. Понятно, что владельцы транспортных фирм засуетились. Кому же охоту выкладывать кровные за отсутствие у азиатских работников российских прав? Однако, как и многое в стране без советов, пошло в кривь да в кость. В регионах началась суматоха и неразбериха. Дело в том, что до 5-го числа водителям надо было пройти полный курс испытаний этой теории площадкой движения в городе, а после 5-го ноября сдать только теорию. Но как это по-нашему сначала создать проблему, а потом пытаться ее решить? Причем главным образом на бумаге. Гастарбайтеров водителей сейчас в России так много, что в поставленные сроки принять экзамен оказалось просто нереально. Похоже, дело сведется к элементарной замене. Одних прав на другие, иначе перевозки попросту встанут. Далее, владельцы фирм очень осторожно, но с полной уверенностью говорят, а ведь создается мощная и долгоиграющая коррупционная схема. Разве не так? Допустим, где-то там, в южных краях, нетерпеливый водитель попросту покупает права за энную сумму. Здесь, не имея времени и знаний, гастарбайтер понесет деньги, причем гораздо большие в соответствующей инстанции. В итоге, новый виток поборов, потому что вряд ли стоит ожидать от приезжих работников жалоб на вымогательство взяток. Они вообще привыкли к практическому воплощению формулы товар-деньги-товар. То есть, если хочешь что-то получить, за это надо сколько-нибудь заплатить, неважно кому. В России все за деньги, в том числе и обходные маршруты в любом законе. К этому, впрочем, и мы, коренные граждане, давно привыкли. Продолжение следует...